Как говорится, кто не замерз, кто добрался, это дело такое. В прошлый раз я по поводу причастия говорил о слове причастия и насколько мы причастны. И каждый раз, когда мы разбираем вообще слово, которое нам дает Бог, то каждую грань мы по-своему разбираем, она по-разному открывается. И вот что я хочу, опять же, я отношусь к причастию. Мы часто слышим такое слово, что это таинство. Конечно, те, кто уже с Богом не первый год, они понимают, что это таинство. Но какая опасность, когда человек не берет Бога везде, как говорится, только в воскресенье или только в церкви, то есть одна опасность, что причастие может стать выше Бога. Я думаю, те, кто только к Богу приходит, есть такое мнение, что если я сделал причастие, то что оно дает? Что я спасен, я омылся кровью и все. Бога можно оставить. И это самая большая проблема среди всех молодых верующих на самом-то деле, потому что даже мне в какой-то момент, когда это очень сильно начали говорить, изучаешь, думаешь, ну таинство. И когда люди предают, христиане предают этому магический смысл, это очень большая ошибка. И поэтому я немножко хочу поговорить о причастии, как вообще, что дает нам и кто дает нам жизнь-то, собственно. Причастие – это символ. Есть хлеб, есть кровь. Все мы прекрасно это понимаем. Но если мы будем рассуждать, что я человек, который, ну вроде бы, поверил в Бога. Я принял кровь, я принял хлеб, все, я спасен. Пошел дальше. Кто помнит, ну вот у нас сейчас идет библейское, и там есть на сегодня как раз, так совпало, получился, да? Кто помнит стих, который нужно было выучить? Алеша помнит? Помнишь стих? Кто помнит стих? Кто помнит стих? А тем, которые приняли его верующим, во имя его дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. О чем это говорит? Что в первую очередь мы спасаемся посредством чего? Когда мы приходим к Богу. И да, опять же, что такое причастие? Причастие, это можно назвать как в современном языке, это точка невозврата, да? Это лекало. Это то, что мы постоянно сверяем в своем сердце. А куда я иду? С Богом я иду? Или без Бога иду, да? И на самом деле, когда мы читаем слово, вот, к примеру, возьмем 1 Коринфянам, 11-26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню, что делаете? Возвещаете, доколе он придет». Опять же, есть такой перегиб, когда, ну вот, если опираться только на этот стих, то здесь говорится, что смерть возвести, ну, вы собираетесь, смерть Господню возвещаете. Но опять же, когда мы собираемся во время причастия, мы первое смотрим на то, насколько мы дороги для Бога. На то, что, опять же, по сегодняшнему уроку мы помним, что, как там вопрос был, то, в общем, суть в том, что спасение мы получаем по какой причине? Потому что мы веруем, что Бог не только умер, но, во-первых, Он, естественно, победил смерть, да? То есть Он воскрес. И в первую очередь для нас важно, что Он имеет воскрешение. И, конечно же, очень важно понимать, что Христос умер для чего? Для того, чтобы мы могли жить, не совершая чего? Греха. И как раз, какие есть два шага, чтобы мы шли как Божьи дети? Ну вот есть путь такой, да, то есть я спасен, это когда мы признали Иисуса Христа своим Господом, а второе, чтобы пойти, вот, да, у нас есть точка, куда мы пришли. Либо сюда пойти к Богу, либо обратно пойти. Какие два шага нужно стараться делать, чтобы идти в Божьем направлении? Исповедовать свои грехи, признавать, что Господь, я не могу без тебя, и отказываться от них. Да, то есть признал, есть проблема, и пошел с Богом. И поэтому это идет постоянная, постоянная работа, двигаться с Богом. Ну и, конечно же, хлеб мы как воспринимаем, что это, если относиться к причастию, что хлеб и вино – это как дело, то что написано? Дело, мы не спасаемся. И в сегодняшнем уроке как раз об этом и говорилось, что никто делом не спасается, а только верой, то, что Иисус есть Господь, и то, что Он воскрес. Но если говорить о хлебе, который говорит Господь, что вот тело мое, когда вы встречаетесь, преломляйте, вспоминайте. И если говорить о хлебе, очень часто Иисус говорил про хлеб что? Есть очень хорошее слово из его уст, это Матфея 4 глава, 4 стих. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Так что же такое хлеб? Хлеб – это, естественно, его слово. Когда человек, я только что говорил о том, что нам важно признавать свои дела неправильные и, естественно, отказываться от них. Когда человек отказывается от своих дел неправильных? В какой ситуации? Когда он понимает, что, естественно, это неправильно, он изучает это слово Божье, и Дух Святой его что делает? Он очищает. Именно поэтому один из символов причастия – это хлеб. Находиться в Божьем слове, в его, естественно, присутствии, наполняться им, размышлять. И именно по этой причине, когда мы принимаем причастие, мы сверяем себя, сверяем наши сердца. Насколько мы движемся к Богу в ту или иную сторону. И, конечно же, тот, кто постоянно питается Словом Божьим, тот, естественно, пребывает в Боге. Ну, а кто не принимает слово, кто, ну, так только знаю Бога, то это уже момент, когда нужно подумать о том, куда я двигаюсь. И поэтому причастие – это то время, когда мы остаемся с Богом наедине, в сердце и смотрим, а куда мы двигаемся. И поэтому очень часто говорится во время причастия, что причастие принимает тот, кто, нет, он не чувствует осуждения в своем сердце, кого Дух Святой не обличает. И на этом слове я попрошу помочь пастор Андрея, пастор Романа, и подсежки с Турцам.